Радиоактивный элемент обнаружили в Красноярском крае, это рутений-106. Его нашли в Большой Мурте, самая большая концентрация была в Сухобудемском. А вот насколько опасен может быть для организма человека это вещество, узнаем у медицинского эксперта в студии Михаила Требин. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Ну давайте, пожалуй, кто к нам только присоединится, мы напомним нашим зрителям, что вообще такое рутений-106. Рутений-106 – это радиоактивный изотоп рутения. Его нет в природе. Рутений-106 – это искусственный элемент, который появляется только после человеческой деятельности, вырабатывается в ядерных реакторах после распада урана, используется в медицине при лечении онкологических заболеваний зрения и лучевой терапии, а также применяется в генераторах спутников. Период полураспада рутений составляет почти год, но после этого он не становится полностью безопасным. Вещество перестанет представлять угрозу для окружающего мира не менее чем через 40 лет. Вот, пожалуй, главный вопрос, да, чем он опасен для нас, для организма человека? Как и любой радионуклид, рутений может быть опасен только в высокой концентрации, да. Вот, поскольку концентрации те, которые нам намерили в Европе, и в том числе, как бы у нас в крае, незначительные, поэтому в той дозировке, которую он есть, опасности не представляет, да. В этом, я думаю, как бы вся, как бы и шумиха. На мой взгляд, это, конечно, никакой не маяк, а обычный военный спутник какой-то сгорел, выделив, потому что в европейских странах, в 33 странах намерили, у нас на пяти территориях, ну не может это маяк быть, который там очень жестко контролируется. Поэтому говорить об его вреде можно только в теоретическом плане, вот, поскольку как бы он хорошо рассеется в атмосфере, то, и очень летуч, то вред там как бы минимальный, в больших концентрациях может вызвать поражение почек, если его долго и упорно вдыхать, может оказать влияние на нервную систему, если долго находиться под его воздействием, может индуцировать некоторые виды опухолей. Но это опять же в теории, то есть не в той концентрации, в которой обнаружили. Ну, как вы уже говорили, да, вот про концентрацию, если говорить, то он применяется и в медицинских целях, да, для лечения онкозаболеваний, в лучевой терапии. То есть здесь действительно вопрос, когда-то лечит, когда-то калечит. Да, но, насколько я знаю, то есть одно предприятие в Димитрограде, которое его производит, оно делает, так скажем, называемые автальмоаппликаторы, то есть специальные дозированные локальные участки, которые излучает как раз вот этот рутений, делает это штучно, на заказ, и, по-моему, там не больше 10-20 заказов в год, и, по-моему, все это идет в Германии, то есть у нас он практически, насколько я знаю, не употребляется. Наши онкологи, по-моему, точно. Но если все-таки вещество это попадает в организм, как его можно вывести? Ну, есть специальные методы, этим занимаются специальные службы из бытовых вещей по снижению уровня радиации, то есть можно посоветовать прием пектинов, то есть любых, либо медицинский пектин вы разводите в воде, либо употребляете овощи и фрукты, в которых этого пектина много. Самое простое – это яблоки. Огромное количество пектина, полезно, как бы хорошо пектины выводят любые радионуклиды. Ну, как вот вообще, даже если переходя к этому, да, себя обезопасить, все-таки мы, в принципе, живем в такой обстановке, где у нас загрязненный воздух, даже элементарно, да, вот мы сегодня опрашивали экспертов, они нам говорят, да какая разница, у нас есть свинец, и давай перечислять всю эту периодическую таблицу. Ну, в чем-то они правы, то есть защита от радионуклидов, она стандартная, да, то есть защищается как бы временем, да, то есть у каждого радионуклида есть свой период как бы по распаду рутения, он, к сожалению, один год, защищается расстоянием, то есть чем дальше от очага, тем лучше, и какими-то мероприятиями, теми, которые вот я сказал, то есть механистическими средствами, сорбентами, как бы и так далее, специальными медицинскими препаратами, которые способствуют детоксикации. Это более слабый метод защиты, но, тем не менее, самый главный метод расстояния, да, чем дальше от очага, тем лучше. Ну, то есть, в принципе, вот сейчас даже эксперты отмечают, если вот даже говорить о том, что не рутение, да, пускай 106, а в принципе о загрязненности воздуха, то сейчас здоровье в целом стало больше астматиков, или как-то влияет вот загрязненность вообще, в принципе, если говорить, загрязненность воздуха? Влияет очень сильно, да, и ни для кого не секрет, что в Красноярске многие хронические заболевания обостряются, и люди, покидая наш регион даже на короткое время, выезжая даже в ту же Москву, которая, как бы, тоже экологией сильно не славится, чувствуют себя намного легче, проходит синдром хронической усталости. Вот буквально несколько дней назад на медиа ночи баба Лена была наша знаменитая путешественница, то есть она сказала, то есть я когда уезжаю в путешествие, я бросаю пить все свои таблетки, только приезжая в Красноярск, опять наваливаются все мои болячки и начинаю пить. Поэтому, ребята, если возможно, ездите, копите деньги и путешествуйте. У нее был такой посыл, и в этом она, к сожалению, права. Но экологическую обстановку в Красноярске оставлять нельзя, нужно власти все время долбить, напоминать, потому что если мы не будем этого делать, будет только хуже. У нас сейчас планируется опять очередной митинг за чистое небо, я думаю, эти вопросы будут еще подниматься. Спасибо, я напомню, у нас был в студии врач высшей категории Михаил Требин.